Всем привет! Меня зовут Василиса Дованкова и сегодня я снова буду проверять вирусные лайфхаки из ТикТон. Вам очень зашла первая часть и я решила, что будет неплохо найти еще небольшую порцию лайфхаков, которые вас удивят, а возможно вы даже скажете, что вы типа вау. Поэтому давайте не будем затягивать и сразу приступим к нашему видео. Погнали! Итак, для первого лайфхака нам понадобится 2 стаканчика воды, на самом деле можно и один, я просто для красоты взяла, лед обыкновенный и сладкая вата. Я не могу сказать, что это прям лайфхак-лайфхак, вы писали мне под прошлым видео подобным в комментариях, что это за лайфхаки, они не упрощают жизнь, это просто фокусы. Возможно, но давайте мы будем считать, что то, что красиво и заставляет вас удивиться, это тоже лайфхак, как поднять себе настроение. Мне кажется, так это будет работать. И сейчас вот здесь вы увидите, что у нас должно получиться, а я пока закину ледик в стаканы. Теперь мы должны опустить туда сахарную вату и она должна сделать такой красивый красный или розовый, мне кажется, цвет. И все. А я люблю сахарную вату, кстати. Кто тоже любит вату, ставит лайк прямо сейчас. Боже. Ну что, погнали. Ну, может быть, я мало положила сейчас. То, что вата просто растворяется, но никакого красивого цвета. Ну, там красненький есть, конечно, чуть-чуть. Она особо не дает. Ну, вот здесь, да. Ну, вот так. Вау! Этот лайфхак у нас работает. И как бы я не очень понимаю смысл того, что вы сейчас делали. Почему-то на том видео, которое было в примере, это было симпатичнее, как мне кажется. Но я сделала этот лайфхак, чтобы купить вату и поесть. Дальше давайте. Для второго лайфхака мне понадобится зерна кукурузы для попкорна и забивка для волос. Вообще, в оригинале, который вы можете увидеть вот прямо здесь, используется выпрямитель для волос. Если меня смотрят мальчики, то это абсолютно разные вещи. Но я разогрела уже свою эту, это называется, плойка. И мы будем класть зернышко вот сюда, потому что вот эта штучка, она тоже горячая. Должно сработать. Что, собственно, должно произойти, если вы еще не увидели? Попкорн должен приготовиться, так сказать. Господи, с моими руками только лайфхаки снимать. Короче, оставляем пока так. Надеюсь, получится. Может не сработать из-за того, что прижимаю я, но по идее на видео тоже она зажата вот так вот. Но она взорваться же, по идее, должна там. Да, конечно, и отскочить мне в глаз. Ничего не должно взорваться, на всякий случай. Подальше я отнесу от своего лица. Прошло, на самом деле, уже минут 10 с тех пор, как наше зернышко лежит здесь, и это не работает. В недрах дома я откопала все-таки выпрямитель. И сейчас мы... А, я дебил. Она горячая. Есть. Ждем еще. На упаковке написано, что этот попкорн готовится при 280 градусах. Здесь у нас только 230. Но, возможно, придется подержать подольше. Василис, давай я уже сделаю, потому что как-то ты это... Давай. На, камеру держи. Так, и сколько держать? А теперь мы перейдем к тому моменту, почему я отдала Ване эту штуку. Потому что держать ее нужно теперь минут 5-6-7. Ну, кстати, пахнет попкорн, ты чувствуешь? О, уже пахнет, да. Да, реально пахнет. Есть? Серега, ты снял? Да. Давай, смотри. Давай, пробуй. Половинку тебе, половинку мне. Давай, это мне. Да. Это Серега. Давай. На, Серега. Вкусненький. Давайте по этой камере мотор. Классно в туалете есть, да? Попкор на плойке приготовлю. Работает. И для третьего вау-лайфхака, который тоже не сильно упрощает жизнь, нам понадобится батарейка пальчиковая обычная. Моя выглядит так, будто она старше меня, но я надеюсь, что все равно это сработает. Жвачка. Нам на самом деле нужна не жвачка, а фольга. Кстати, вот здесь вы можете посмотреть пример. Вот она. Кто-нибудь хочет жвачку? Нет, спасибо. Блин, мне интересно, нормально, что здесь бумажка? Ну, типа, это как бы фольга? Ну, не совсем. Ладно. Фольгу эту нам нужно обрезать, сделать из нее тоненькую... Господи, привет, Василиса, 20 годиков, я не умею резать. Бумажку. Вот так вот. И мы кладем это под нижнюю часть, это под верхнюю часть, на верхнюю часть. И прижимаем пластиком. Теперь, по идее, бумажка должна задымиться. Что-то я в это слабо верю, если честно. Так, сейчас. Может быть, мне нужно, чтобы полностью закрывало. Может быть, вот так как-то сделать сейчас. Там прям у них шел дым. Но просто, по идее, в этом есть логика, и оно может сработать. Но, видимо, я делаю что-то не так. Ну, либо это не настоящее видео. Напишите сейчас в комментариях, пока у нас ничего не получилось, как вы думаете, делаю я что-то не так? Или видео не настоящее? Мы пишем либо видео фейк, либо, Василиса, твои руки растут не оттуда. Так, мы сменили батарейку. И я немножечко обрезала фольгу еще побольше. Мне обидно, я верила в этот лайфхак. Но, видимо, он не рабочий. Опять-таки, если вы считаете, что я сделала что-то не так, вы помните, что писать. Фейк. После такого провала нам нужно реабилитироваться срочно. Поэтому сейчас я буду заряжать телефон от яблока. Даже звучит смешно. Блин, честно, я вообще не верю в этот лайфхак. Вот он прямо здесь, вы можете посмотреть. Ну, потому что вот это точно невозможно. Если с батарейкой еще, я думаю, работает, и я просто сделала что-то не так, то здесь, ну, камон, ребята. Тогда бы у нас никто не платил за электричество просто. Если бы так можно было. Здесь у нас, кстати, вода простая. Мы туда должны засыпать соль. Соль, 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 соль. Вставляем. Темно-трыснул мне в лицо. Кладем яблоко. Стараемся не замочить нашу розетку, естественно. И, внимание, раз, два, три. Вы слышали? Серег, ты поставил? Да я, да. А вы чем-то занимаетесь? Ты как-то так делает, смысл ли? Я думала, он заряжается. Так, давайте покажу вам еще раз, естественно, но, что ничего от яблока у нас не заряжается. Ну, блин, я так бы надеялась, аж офигела. Да у меня просто телефон сел. Мозг у тебя съел, Сергей. Нерабочий лайфхак, кто бы сомневался, но изначально это было прикольно. А можно облизать это теперь? Яблочко. Вкусненько. Погнали дальше. Пятый лайфхак, друзья. Для него нам понадобится удивительное сочетание вещей. Кока-кола. Один. Ментос. Два. Скотч. Три. Да, мы будем делать ракету из Ментоса и Колы. Удивительно нет. Так, короче, я видела, как ребята просто закидывают Ментос полностью в бутылку. Пытаются завертеть ее до того, как она начнет извергаться. И, как правило, это не получается, поэтому мы с вами сделаем немножечко поумнее. Мы оторвем. Немного хойха. О. Сюда мы начнем прикреплять Ментос. Два. Мне кажется, трех таблеточек будет вполне достаточно. Затем мы отворачиваем крышку. Пожалуйста, не взорвись. Спасибо. Крышки мы лепим оставшуюся часть скотча. Внутрь. Есть. Так, все, успех. Самая сложная часть выполнена. Далее. Мы взбалтываем ракету. Не направляй. Готовы? Да. Сейчас полетит. Слушай, такой сейчас взрыв был. У меня волной так унесло даже. Мне кажется, я не сильно подкинула. Подожди. Эй, почему мы? Было. Было. Вы сняли хотя бы? Она причем снизу лопнула. Ааа. С ума сойти. С ума сойти. Этот лайфхак работает, детки. Дальше. Шестой лайфхак у нас связан с баттлфлип челленджем. Это вот эта вот штука, кто не помнит. Я хотела классно произнести речи, чтобы потом бутылка классно встала на... Последний раз, обещаю. Не судьба. Ну вот, собственно, для этого и есть лайфхак. В нем, здесь он будет говориться, что если насыпать в эту бутылку соли и добавить... Сливочное масло или подсолнечное? Сливочное. Сливочное масло, да. О, я тоже путаю. Чего? Подсолнечное масло. Есть подсолнечное, есть сливочное. Я всегда забываю, какое подсолнечное, какое сливочное. Вы что, угородишь, что ли? Я только что спросила, и ты не ответила, что подсолнечное это или сливочное. Короче, все понятно. Да, и если туда добавить масло и соль, смешать, то бутылка всегда будет приземляться на донышко так, как нам нужно. Соль. Сыпем, сыпем, сыпем. Я чувствую себя как на химии себя просто. Я тут сыплю в бутылочку что-то. Теперь маслица. Логика, видимо, в том, что масло и соль должны утяжелять низ и как бы находиться под водой, потому что вода легче, чем масло и соль. Понимаете, да, что у меня? Я масло поела. Шикер-шикер. Фатимейкер. Ну, в общем, будем считать, что готово. Работает. Нет, да. Можно правильно подкидывать для начала? Я правильно подкидываю. Вот, я же сказал. Работает! Да нет, просто я на самом деле нормально подкинула, видимо. Или что-то еще. Ну, что-то у нас сегодня, у нас в прошлом видео все лайфхаки почти кроме одного сработали, а в этом видео результат как-то похуже. Ну, хотя бы упади. Вот сейчас будет красиво, она встанет и переход. Переходим к следующему лайфхаку. Для седьмого лайфхака мне потребовалось выйти на улицу. Здесь у нас просто, посмотрите на этот феерический набор, феерический, фееричный. Короче, смысл в том, здесь вы где-нибудь увидите пример, что я насыплю сейчас вот в эту вот прекрасную емкость ментоса, потом полью его содой, ну, как полью, посыплю, затем феери, потом колы, ну, не взрыв, конечно, но вот такая пена пойдет прямо из чакр земли, но это не точно. Так, приступим, в общем-то, все просто. Так, здесь у нас все готово. Следом немного соды. Что-то не выглядит это так, как будто должно сработать. Вы готовы? Да. Как пойдет. Ну, по-моему, как-то что-то окрошка какая-то получилась. Не пошло, да, что-то ничего? Ну, это окрошка. Никуда, блин. А выглядело круто, вообще-то. Трам-пам-пам. Лайфхак. Не работает это тот, у которого у меня были самые большие ожидания, потому что на видео все выглядело очень круто. Это печально. Вы знаете, к чему мы подошли? К заключительному лайфхаку на сегодня. И он, на мой взгляд, самый полезный. Ну, то есть вот тот, который реально можно использовать в жизни. И когда я его увидела, подумала, господи, почему раньше я об этом не знала. Нам понадобится салатик, да, такой, как вы покупаете, там, в кафешке, например, пришел, такой покушать не успеваешь, кофеечек берешь, салатик берешь, и в нем соус. Обычно соус в вот такой вот штуке, это неподходящий томатный соус. К сожалению, здесь не было его, но для того, чтобы вам показать, мне он понадобится. Что мы делаем дальше? Открываем крышечку. Открываем соус. Здесь, короче, немножечко не очень удобно. Но вы поймете суть. Мы делаем вот так вот, да? Вот так вот. Вот так вот мы делаем. И просто вытягиваем наш соус вот сюда. И вуаля! Он полностью выдавлен, а не как обычно нужно там вот прям извертеться, чтобы выдавить соус. И потом мы вот так вот все трясем. Здесь маловато места, в общем-то. Вот так вот мы трясем все. Чтобы соус у нас перемешался. И все. То есть у вас готовый, прекрасно перемешанный салат. Соус полностью выдавлен. Его хватило. Не только на гренке, как обычно, да? А на весь салат. И на листике тоже. И просто кушаем это. Иван попробует. Вы, естественно, приготовила еду. Да, приготовила вам сама. Здорово, правда? Как вкусно. Гениально. Ну, просто я не знаю. По-моему, это на самом деле действительно очень-очень может быть использовано. Потому что я раньше открывала соус, делала вот так вот. Вот так вот. Потом ты с этим вот это вот. Пожалуйста, типа, давай мне еще немножечко соуса. Ну, пожалуйста. Все. Эти дни в прошлом. Теперь вы знаете, как действовать. Ну, а на этом все. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забываем, пожалуйста, подписаться на канал и на инстаграм. Ссылка на который находится в описании. И что я вас очень люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok